Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Ох, наш насыщенный у нас сегодня гостями утро продолжается, и мы сейчас поговорим о новой книге, которая появилась в продаже, причем и в электронном, и как бы в физическом виде. И, проживающий в США, наш латвийский режиссер, сценарист, продюсер, можно сказать, гуру, сам Микс Озолинч появляется в студии. Здравствуйте, Микс. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Книга называется «Тысяча один гуру». Да. Она появилась, я понимаю, ее можно скачать электронно на сайте тысячаодингуру. Где? LV, по-моему, да? Да, ком. Ком, ком, ком. Или, ну, она появится и в продаже в физическом виде, но будет стоить все-таки дороже, но я понимаю, что самый более такой доступный вариант в электронном виде. Да. Я взялся за такой амбициозный, короче, я хотел сделать сразу, как бы выпустить на английском, на латышском, на русском. Это оказалась очень большая работа, в принципе, русская версия. Неожиданно. А? Неожиданно, правда? Неожиданно, да. Такие дополнительные сложности сам себе создал. Да, это когда на всех, которые говорят, на немецком только не писал, но на русском написал, так что, в принципе, могу пообещать, что в течение месяца вы можете, тоже сможете купить ее, на русском тоже закончено. Но там layout, все, это все, там много всего. Последние 5% там занимается только еще работой, что не успел спринтовать еще, так что, да. Книга, ну, является ли эта книга мемуарами или какими-то советами по жизни? Вот что это, какой жанр этой книги? Да, хороший вопрос. Я всегда считал, что самые большие учителя в жизни наши рядом с нами. Как бы люди идут, едут там, ищут каких-то гуру, да, в других религиях и так далее, ездят в Индию и все такое. Но часто те, которые, может, даже якобы осложнение, как это, потерял слово, ну, делают всякие препятствия в твоей жизни, и как-то сложно с ними кажется. И, может, это твои родители, может, это ребенок, может, это любовница, может, муж-жена. И легче их отпустить, если они от тебя уходят или, может, умирают, да. Когда ты понимаешь, что ты должен, как бы, из этого понять, из-за того, что они, как бы, почему они были в твоей жизни, да. И, ну, вот, и так я там анализирую, как бы, про своих учителей, там, романтические отношения, отношения с родителями, все, что я сам наделал хорошего, и, может, не такого уже сейчас смотря. Но от этого всего можно учиться, если на этого посмотреть, как бы, сверху. Иначе, знаешь, ты как, когда лед, если так начинаешь, вот, который начинает биться о стенку стакана, и ты этот кусок льда, и ты в этом хаосе часто не видишь. Это может длиться годами, иногда всю жизнь, к сожалению, кому-то. Но если, как бы, ты так остановишься и посмотришь сверху, ну, а вот почему? А почему я бьюсь об эти стенки? Почему мне больно? А, потому что, вот, кто-то закачал. Почему закачал этот кусок льда, и что из этого надо, как бы, вылупить, стоит подумать. Мне кажется, вот, что эта книга очень интересна, прежде всего, тем, что она рассказывает о жизненном опыте, и чаще всего бывает так, что молодые люди, они не любят слушать советов. То есть они получают всегда какой-то вот жизненный опыт через шишки, через свои какие-то разочарования, потом, может быть, даже понимают, что, да, там, то, что говорили родители, там, мама с папой, может быть, в этом была все-таки правда, нужно было их послушать. Да, ну, надеюсь, что через ту призму, что я рассказываю, какой я сам идиот в разных ситуациях был, они смогут понять, что я не пытаюсь им что-то, как бы, нажать или как бы на них, там, я не пытаюсь быть ихним гуру, я просто один из вас, который, у меня всегда такой концепт был, и вот, что про этих учителей, и когда, когда я получил такую, ну, женщину в жизни несколько лет назад, которую я понял, вот это самый большой мой учитель до сих пор, вот в данный момент, тогда я начал писать. Ну, если говорить вот о содержании книги, как она делится, как она строится, то есть, потому что здесь я вижу, что есть главы как раз-таки, ну, части, вот я и женщины, я и мужчины, то есть, вот, что за этим скрывается, за этими главами? Я пытался сделать, как и в хорошем сценарии, который я писал, и короткометражки, и полуметражные фильмы, чтобы, как бы, была такая, может, арка, character arc, на английском называем, да, как бы, показать, где я был, откуда я пришел, и, как бы, что во время этого всего, в какого-то апогея, там, моих разных, там, активитизм и в Латвии, и в других, и в Америке, что, что со мной происходило, что, может, кто-то, какая-то часть, якобы, Латвии видела, а что реально не видела или не знала, и, как бы, очень откровенно, я считаю, со своей стороны, рассказал про многие вещи, и не то, что про других, а как, вот, как, как они влияли в мою жизнь, что у нас происходило, и что я из этого осознал, что, может, как, как, вот, как я говорю, когда зашла эта девушка в моей жизни, я, я и начал, как бы, делать, провела у меня чрезвозьми, очень разные такие испытания, очень разные эмоции, многие из них такие негативные, и я вообще не парюсь много в жизни, и даже не могу на кого-то с лицом больше, там, дня, у меня нет на это время энергии и желания, но с ней бывало так, что, там, пять дней не можешь поработать, и просто, и думаешь, ну, что происходит, ну, вот, и тогда я понял, что, что я должен учиться от нее, что она меня проводит через такие испытания, которые я просто непродуманно и даже спокойно, проводил каких-то своих бывших партнерш, ну, через что, через похожие вещи, и, ну, это, как на английском говорят, karma is a bitch, ну, вот, у меня пришла такая карма в красивом формате, только запакована. А что заставило всем этим поделиться, да еще в письменном виде, в печатном, потому что, ну, все-таки, 21 век, и вы мультимедийный больше художник, а тут прям бумажная книга, зачем и почему именно в таком формате? Да, хороший вопрос, а, вот, это первая татуировка у меня была, Вадим, кстати, в Латвии сделал, Вадим Тату, это было, кажется, в 2006 году, я уже 17-18 лет знал, что я хочу рассказывать истории, быть сторителлером, будет, там, писать сценарий на фильм, на видеоклипы в то время, музыкальные, или книгу, и книгу про книгу, как такую, что я, там, буду что-то писать, у меня был такой working title, Sex, Drugs and MTV, где я работал раньше, и уже, не знаю, с 10-го года, ну, вот, я всегда так романтизировал этот процесс, мне казалось, что мне надо какой-то стакан виски по вечерам, и сидеть, буду писать, и тогда прошло столько лет, я понял, нифига еще не написал, и когда я была... А виски уже выпито много, да, виски еще нет, выпито на две жизни, то я понял, что во время пандемии, вот, и с ней было, там, такое, такое турбулентное время, я взял такой популярный, говорит, Sober October, да, как бы не пил весь октябрь, и во время вот этого октября 2020 года, в принципе, написал всю книгу, потом опять взял паузу, потом опять выпивал, тусовал, и 21-го года август взял, фу, и октябрь-ноябрь уже взял, и видел, что да, у меня более продуктивно, там, какие-то, редактировал эту книгу, и, ну, еще посидел на ней, не знаю, мог выпускать, может, тогда, но все, в правильное время, и вот сейчас получилось. Кому она все-таки прежде всего предназначена? Мужчинам, женщинам, молодежи, людям вашего возраста? Или все-таки самому себе? Ну, самому себе это было впервых, потому что я прошел такой процесс, как бы, терапии, и хотя у меня есть, например, астролог такая, которой я часто звоню, и она хорошая, и психолог тоже, но во время этого процесса, когда я писал, я начал вспоминать какие-то вещи, или там, типа, ну, травмы, или что-то такое, что случалось со мной, которые я уже там куда-то в какие-то клетки памяти засели и уже забыл, и это, я считаю, очень хорошо, потому что, как бы, мы не виноваты, что с нами случилось, быть, там, большие травмы, маленькие, да, или у всех все-таки по-большому, многие говорят, нет ничего, но начинаешь вспоминать, если проходишь какой-то процесс или терапии, или как-то, ну, заплываешь в ту сторону, назад где-то, и... Уже сбился, ну, это был автор, куда-то... Ну, главный ответ был, что в первую очередь все-таки для себя, что касается персонажей, которые под реальными именами фигурируют в книге, не выйти каких-то, не знаю, судебных исков, скандальных сцен? В принципе, нет. Персонажи там только, что там, о романтических отношениях, там, имена только, первые имена, женщин, с кем я, как бы, долго был вместе, как бы, не с ней, не про эти, не про какие-то одноразовые ночи, про эти тоже пишу, но там, без каких имен и сильных намеков, может, там, так легенько, и... Ну, что, Рига большая, большая, как бы, кровать, так и так, ну, вот, и про это, про это очистительно тоже написал, и как мы все, я думаю, многие проходили через похожие какие-то препятствия, экспириенсы, да, и те, которые первые уже начали читать, и прочитали, говорят, что они видят в многих ситуациях себя, ну, и как мы выросли, там, какой-то, мой дженерейшн, или ваша, или немножко помоложе, который мы, и там, развал Советского Союза, какие были наши родители, как это влияло на наши отношения, там, как выражаем любовь, как наши родители, как нам трудно сказать, я люблю тебя, что я каждой дочке, каждый день своей дочке говорю, но, например, нашему поколению, вашему, там, родителей, это было так, ну, значит, трудно, даже когда последний год, 19-го года я приехал, деду было 90-й юбилей, он был вообще такой шустрый, а бабушка с маминой стороны уже, ну, вялое, я чувствовал, скоро уйдет, но они оба ушли в том году, я рад был, что я начал последний год, когда созванивался с ними, сказать в конце разговора, ну, ладно, дед, пап, с инициацией, или бабушкой, ну, давай, люблю тебя, и они, ну, давай, Мик. В ответ все равно не звучало, да? Пока, да, и я не знаю, я думаю, им приятно было, но это просто, как мы выражаем любовь, я это был такой, я тоже читал в одной книге, про, как говорите, Five Languages of Love, и это очень интересный концепт, потому что, если мы осознаем, как мы выражаем и любим принимать выражение любви, вот, мои номер два, самый важный, это, как бы, touch, это могут быть поцелуи, обнимание, да, обнимание вообще людям нужно, и второе, как бы, вербальное, для меня лично, и может это потому, что вот я и многие в моем поколении, может, не получали в таком формате, это не значит, что тебя родители не любили, я знаю, что они очень меня любят, им спасибо за все, но, может, потому что ты не получал в таком виде, тебе хочется, как бы, в жизни по-другому, но, опять же, если я... — Мы не додали тебе, как бы, не совершать тех же ошибок, и по отношению к другим вести себя иначе. — Да, я с мамой недавно об этом говорил, я говорю, а я, она всегда, я же тебе помогала, помогаю с этим, с этим там делаю, у нее language of love, самое важное, что, как бы, это act of service называется, типа, типа, я же у тебя что-то делаю, вот она, я, она, своим бывшим, я говорю, тоже мужчина, ты подумай, ты всегда, если их быщила, ты же, вот ты мне не сделал, я тебе это, 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 я говорю, подумай, может, он по-другому выражал, да, и тоже на свои отношения перед тем посмотрел и понял, что, идя вперед, сейчас я бы хотел бы, надо осознать, вот как эта девушка, с кем я, например, буду встречаться, или с кем вместе, как ей важны, важны ли подарки, которые, это тоже один из этих выражений любви, или, может, подарки вообще в последнем месте, ей важно, вот, кажется, так же, как мне, обнимание, то есть, тачное. А вообще, в чем смысл по вашему жизни, то есть, к чему мы идем, чем, вот, в чем смысл того, чем мы занимаемся каждый день? Хавезе. А если в книжке, можно ли найти ответ на этот вопрос? Ну, можно найти, наверное, вопросы, какие-то ответы, до которых я дошел, что, ну, в принципе, надо учиться лучше любить, хотя иногда я думаю, а если мы такие, как говорят, higher beings, там, эти souls, которых прислали сюда учиться любовью, тогда зачем нас присылали вообще в образе, человека могли оставить там же, куда мы вернемся, да, но по какой-то причине все-таки мы тут, и, ну, я знаю, что это одна из моих, моих личных заданий в жизни, и второе, быть более доступным, побольше количеству людей или массам, то есть, тем, что я делаю, потому что лично мне, я недавно думал, какой там мой purpose в жизни, да, что я реально, а потом думал, так я его, наверное, может и делаю, там уже 20 лет, если я могу кого-то заставить смеяться своим шоу, там 25 минут отключиться, и вот последний, предыдущий шоу, я сейчас новое заснял в Латвии, называется 50 Dollar Dates, 50 Dollar Roundage, перед тем был Тацгреция и Гаммерика, и у меня никогда не было такое в Латвии еще что-то, чтобы столько людей писали лично после просмотра моего эпизода или всех четырех, я там с семьей смотрела или я там с подругой, с кем-то, и я понял, что больше всего, несмотря на какой там концепт шоу, что они смотрели, как я разъезжаю на мотоцикле там по Лос-Анджелесу, что они как бы всасывали мой позитив и мой такой, мою перспективу, как я подхожу в жизни к вещам и ситуациям. Об этом новом шоу, кстати, про 50 долларов, что за свидание по полтиннику? По полтиннику? Вообще-то разные вещи можно сделать. В принципе, по поверхности, знаешь, это так, как бы я соединил все разные вещи, самые, которые я люблю больше всего делать, и мне сейчас за их платят. Это мотоцикл женщины свободы. Да, Харли Дэвидсон встретит новые женщины, новых людей, пойти на дейт вместе, в каком-то, куда я приехал в городе, и чтобы еще посмотреть, что это. Ну, в принципе, что там можно сделать за 50 долларов. Ну, потому что... На что хватает 50 долларов? И где? Это в Латвии было? Это в Латвии шоу уже было? Да, в Латвии еще засняло 6 эпизодов. Потому что, ну, он такой, ты можешь выпить пару коктейлей в хорошем месте, ты уже бюджет пробил, все, нет больше. То есть, это хороший такой челлендж, 100 уже в многих местах, и даже в Америке, ты можешь уже побольше что-то сделать. 50 как-то пришел так органично, что это... Ну, это так надо подумать, что сделать, или надо знать. То есть, я надеюсь, что люди, если смотрят, или это в Латвии эпизоды, или там в Америке, которые засняли, что они смогут, о, а что я могу в Лас-Вегасе сделать 50 баксов реально там, кроме автомата. Ну вот, а если поглубже взять, я хочу просто надеяться, что я на кого-то могу там повлиять, вдохновить, дзиву от кошек, скажем так, чтобы выйти из своих зон комфорта, или пригласить там будущую жену, может, наконец-то, на свидание, или поехать куда-то, посмотреть какие-то города, где ты думаешь, о, у меня надо много денег, чтобы там проводить хорошо время, а оказывается, вот Микс показал, что не надо есть какие-то... А это на Ютьюбе, да, можно посмотреть? На Ютьюбе и стоят первые эпизоды, мы даже сейчас выпускаем на днях один эпизод с классной девушкой по имени Оксана, которая живет в Бруклине, рядом с моей мамой в Нью-Йорке, а я приехал из Лос-Анджелеса, мы встретились посередине Америки в таком байкерском большом мероприятии, называется Sturges, и она там приехала со своим стволом, на всякий случай большим Харли Дэвидсон через пол Америки проехала, там мы встретились в Тиндере и хорошо засняли эпизодик, как я с ней провожу время, потом еще в Вегас надо выпустить, но это такие ютуберские, и потом в апреле я заснял как бы более такой продакшен вал, я его сделал как мне хотелось, все-таки более так красивенько все заснято, как мне нравится и концепт то же самое, и когда этот тизер этого нового увидели год-три, они сказали, давай, давай сделаем локал, с девушками местными поездишь, я говорю, нет проблем, я соскучился по ним, понял, насколько, когда я приехал тут. А как вообще отличается ментальность Америки и нашей страны, потому что, ну, многие всегда говорят, что мы более зажатые все-таки по сравнению с американцами. Ну, вот я открываю свой инстаграм, и все, кто из Америки, половина трясет попами в моем инстаграме, и у меня весь инстаграм был половина того, и у Харли дается мотоцикл, в Латвии такого не вижу. Разговоры независимо от возраста, девушек, путей 20 или постарше, они поглубже сразу берут. Американки поверхности более, хотя тоже могут открыться. Может, легче открывается с одной стороны, и как бы снаружи так, как бы, кажется, что более открыты на какие-то там поведения или там на инфронтов камеры. Хотя тут тоже очень-очень был удивлен, как проходили мои дейты, намного еще не только лучше, было так интересно, забавно сразу с первого уже. В принципе, учитывая, сейчас вернемся немножко к книге, название «1001 гуру», она преисполнена цитат Ошо других умных людей, сам тоже, в общем-то, помудревший, повзрослевший. Все еще можно относить к вам эпитеты скандальный, провокационный или все-таки подуспокоился? Я не знаю, я и раньше не пытался кого-то провоцировать, я просто какие-то вещи делал первым, в Латвии, Латышам, часто это было какое-то, когда я пытался дейтинг, коучинг делать, провалился семинар, кстати, слава богу, у меня был бэкап план, я через месяц заплатил это все в онлайне, и там очень много регистрировалось чуваков, я их обучал, они платили деньги в онлайне, тоже первый что-то пытался делать, и опять меня камнями бросают, проходит несколько лет у разных инфлюенсеров наших постарше, old school celebrities, у них всякие курсы и все такое, да, перед тем тоже заснял как бы первый латвий латвий продуц от афим холла да, я тоже деньги по-американски подошел к этому тогда прошлый кризис как-то сорвал деньги четверть миллиона во время кризиса нашелся все-таки человек, который поверил в нас и тоже тогда министерство культуры там тоже какие-то комментарии были, хотя я вообще никаких денег от них не брал, бабушка звонит спрашивает когда будет сеанс у них уже какой-то веду мнение о фильме который они еще не видели тогда я там тоже высказался мне не нравится молчать если кто-то особенно кто-то давит я очень за уважение как в футболе нормально если кто-то видишь поранили кого-то нечаянно противником выбросил в аут и потом тебе обратно элементарное пекло что я сейчас в мото-клубе и что в Америке где очень странные вещи сейчас вообще происходит что в этой мото все как бы в этом мире очень освежает то что насколько про уважение все особенно по большому в каждом клубе только большинство альфа чуваки и чтобы все были очень такие с уважением относились в принципе если не лох и не ведешь себя как-то там с понтами где нет там нету места этому то это очень такая интересная и классная среда где ты знакомишься с людьми в разные мероприятия приходишь но есть какие-то такие там написано даже написанные комедрак стоит кодекс и когда чтобы чтобы попасть в клуб ты проходишь когда обучение и чтобы ты понял как знакомиться с людьми в этом мире и так далее но это хотя кажется это там всякие законы это очень особенно в наше время и особенно в америке тоже это очень освежает ну так это приятно у нас нам показывают время завершается но еще раз просто тысячаодингuru.com это сайт где можно приобрести электронную версию книги да сегодня у нас что я обещаю вот у меня дочки 8 сентября день рождения до этого до этой даты будет доделана русская версия она в принципе готова но там надо пользуйся случаем с наступающим день рождения дочки 1001 гуру от Михао Зулинша и рекомендация от гуру номер 1002 самого Микса не стесняйтесь говорить друг другу я тебя люблю спасибо большое спасибо вам до свидания